Играть в арену! Наконец-то! Ждал всю жизнь? Ради этого родился. Кто-то придут. Кто-то? Пусть все приходят. Что не пресеты за баланс? Весь простреливается. Но тебя не видно, и поэтому можно нашкилиться. Перерыв между катками? Самое время закупиться припасами. Пицца, бургеры, напитки и многое другое с доставкой прямо на базу. Яндекс.Итс или Яндекс.Еда дает скидку на первый заказ в твоем регионе. Выбирай промокод и приятного аппетита! Всем привет! Привет! Это я, Харс. А я, Мэжик. Сегодня будет сначала стрелковый клуб. Мы постреляем. Нас там обучат всему. А потом мы будем, наконец-то, играть в арену. Ура! Ура! Истинные эмоции! Ура! Ждем не дождемся. Но это, к сожалению, будет только вечером. А сейчас раннее утро. Мы проснулись еле-еле. Но мы готовы. Это я, мэн. Я проснулся, и я уже рад. Вы снова на канале Virtus.pro. Вы знаете, сегодня? Очень круто. Вы снова здесь, я вернулся домой. Так, экстренное включение. Выдали такие бейджи. Ефт-арена. Собираемся, собираемся на стрельбище. Сейчас будем жестко стрелять. А потом будем на арене жестко разваливать. Вообще, это впервые такое крутое мероприятие, когда разработчики игры позвали контент-криэйторов, стримеров в одно место, чтобы мы собрались, чтобы мы познакомились, чтобы мы потусили. Ну и, опять же, попробовали. Это круто. Это круто. Я вот сюда за движухой, за общением, за пьяном. Мы тестили арену в июне месяце. Это первый раз. Олег был на тестах, я был на тестах. Также вот RASC и FMX, наша команда. Мы с Олегом после тестов сидели в отеле и начали обсуждать, кого будут собирать и так далее. Базу решили делать на уже профессиональных игроках, которые уже были в дисциплине. У них уже есть опыт коммуникации, построение команды, тренировок и так далее. И, в целом, я был знаком с комьюнити. То есть, знал сильных игроков, кто есть, то есть, кого можно рассмотреть. И, соответственно, мы строили на базе RASC и FMX. Я еще знал там, допустим, какое-то количество нормальных игроков, сильных. Мы посмотрели, то есть, и, грубо говоря, было решено взять двух сильных игроков Теркова и еще одного Сиджева добавить. Ну, типа, на данный момент мы думаем, что это будет довольно-таки рабочая история. То есть, ну, три опытных чувака с двумя опытными... с двумя опытными игроками. Самый опасный и неприятный вариант, когда человек делает... Денис Муготвач. Денис Муготвач. Терковный вариант. Верния. Верния. Девушка. Левушка с богом. Вообще крутяк. Мне очень понравилось. Ну, у нас первый, получается, был тест. Мы с Грача стреляли. Я там... 96 из 100 убил. Потом с блока мы стреляли, я там жестко обосрался. Два раза попал. И потом стреляли из Чешки. У меня 8 из 10 попаданий. Ну, короче, нормально. Вообще супер клево. Ну, пострелял, что-то это, длинненько. Но в конце нормально. Я последнюю десятую в заложника выдал, попал. Я вот так, оп, фликнул. Ненормально. Полетел. Я надрестал штаны. Потом нормально. А потом опять надрестал штаны. Было круто. 94 из 100. 9 из 10 в голову. Нет. Снимайте. Иглок. Нет. Глок номер один. Немцы делают вещи. А остальные пистолеты от дьявола. Вот так. Сейчас, короче, будем стрелять среди 9 с карабина. 10 патронам дадут. Там коллиматор установлен был. Как же она громко стреляет. Надо надеть на уши. И потом возьмут просто вот эти паттерны. Нам покажут. Вот видите, вы не можете попасть. Наде вам новую отдачу. И может так стрелять просто. Прецелом его решает на самом деле. Можешь стрелять в мушку. Это максимально просто непривычно. Неприятно. Неудобно. А тут ты видишь цель. И ты видишь. Сказка такой. Мягенький. Ну, мне кажется. Очень клево. Даже лучше, чем пистолет. Мне не понравилось. Второе почетное место в этой долгой битве. Шанил Морозов Артем. Ура! Это пойдет. Нормально. Поддался, как обычно. Играть в арену. Наконец-то. Ждал всю жизнь. Ради этого родился. Будем сначала просто играть 2-3 часа. Вроде потестить дадут. А потом будет шоу-мач. Будет даже... Я думаю, будем играть со своим стаком. Это главное. Будет любопытно потестить пресеты. Поиграть на новых локациях. Готовимся. Сколько пушек? Готовимся. Настоящее охолощенное оружие. Место выглядит супер тематическим. Тут очень много оружия. Тематики Старкова. Настоящее Юсеки. Готовимся. Достатки Старкова. Господи. Это очень жаско. Как вам вообще в целом думаешь, с каких дисциплин смогут игроки перебраться в арену? Слушай, на самом деле со всех. Ну, если кому-то зайдет, вот эта идея, вот эта подача такая соревновательная, кому зайдет механика игры, я думаю, ну, кейсерам будет легко. Бабгерам, бабгеры придут. Рейнбов Сикс, ну, это 100%. И, ну, открылась, доты, да, придут? Доты придут. Дотеры пусть все приходят. Дотеры придут. Слово, если Дикой договорит, ну да, придут. Че, короче, начался долгожданный показ Арины. Уже ребята грузятся в лобби. Хорошо. На арене. Идем. Играем. Команды собраны рандомно. Ну, то есть сейчас просто в лобби люди заходят и играют. Ну, там без шанса, короче. Покеют, пацаны. Но они играют на девайсах, которые здесь уже были, то есть не на своих. Если Аланчик у нас уже был на тестах и он игру видел, в принципе, то в ЭТГ, допустим, первый раз знакомится с данным произведением. Вот прям то, что я хотел. Ну, это супер, да. Вот прям. О, йо, мне прям нравится. А ты? Ну, вообще кейфорик. Все нормально. Все нормально. Просто, как говорю, у каждого ручь там. Я играл с МДРкой. Отдача, типа, большая, но с ней можно работать. СМДР? Да, да. Мне кажется, что они пресеты забалансили. Изменили. Пресеты забалансили, да. Это не то, что на первый раз. Не, вообще, я вообще-то играл с МДХ на игру. СП и Ёб. Ну, в целом, по изменению, игра как-то поменялась. Пока еще не понял. Надо еще раз щупать. Мы пока с нейтралом не сыграли. Вы вверх пойдете, парни? Я тоже не... Давай, бетон, ты левая. Играю, бетон, ты левая, правая. Соболет убил этого. Первый проигранный раунд. Сосидел, как рак. Убил его. Спасибо. У меня еще. У меня двое, у меня двое, бро. А там убил. Что еще? Что я могу сказать? Нашелся тапчик клевый. С ним играл. Котки 3, наверное. Пока все клево. Единственное, тут музыка играет. К девайсам я уже привык более-менее. Плюс сетсу настроил. Ничего не слышно. Типа из-за этого два раза мы проиграли. А так в целом, вообще, мне очень нравится. Когда поднимаешься в аэропорту на второй этаж, ты видишь одну которую точку, вторую точку, но он весь простреливается. Но тебя не видно, и поэтому можно нашкелиться. Сейчас будет шоу-мачки, как можно назвать против разработчиков, хоть и прекрасный игрок из арена. Надеюсь, мы закроем их 5-0. Расскажи, что ожидаешь от матча. Да ничего, только победу, конечно. Только победа. Веришь в это? Да я это знаю. Я это знаю, да. Викает меня. Витус, витус. Ну, с такой музычкой круто играть, но титулованно немного. Мы взяли для вас три раунда. Это для нас успеет. Вот, на тренинг здесь вы вообще, конечно, супер класс. Готовы. Наступил следующий день, ивен прошел вчера. Хочется понять, вообще, какие первые впечатления у тебя ведь? Просто изумительные. Это были потрясающие три дня. Первый день был такой пристрелочный, а второй день прошел просто нельзя. Было очень много эмоций, было интересно поиграть в арену. Впечатления бомбовые просто. Арена будет крутой. Всем все нравится. Скоро будем в нее играть. Мутгеймпе. Потренируемся. Покажем максимально хорошую игру. Ждал того, что это будет для меня любимый Тарков. По сути, шутерное составляющее. Только в, наверное, формате более соревновательном. В принципе, я это и получил. Я надеюсь, что перед турниром мы будем много тренироваться, а мы будем много тренироваться. И, в принципе, увидите нас уже на ганавере.